Добрый вечер дорогие друзья! Очень рад всех вас видеть. И мы поговорим с вами о полиции. Наверняка каждому из вас не раз приходилось сталкиваться с полицейскими по тем или иным вопросам. И в принципе необходимо знать определенные вещи при общении с ними. И мы сейчас подробно остановимся на некоторых из них. Каждый по-разному представляет себе полицию. Мы видим две фотографии, обе они были сделаны в Киеве. На одной полицейский так дружелюбно обнимает ребенка, позируется фотокорреспондентом. На другой же фотографии это олимпийский чемпион олинии, к которому полицейские только что дубинками разбили голову. Какие полицейские на самом деле в принципе истина где-то посередине, но встречаются достаточно разные, поэтому мы должны быть готовы к общению с ними. Значит, прежде всего мы должны помнить, что когда полицейский к нам обращается, он обязан назвать свое звание, должность, фамилию. Если же мы того требуем, то он обязан показать свое служебное удостоверение в развернутом виде в своих руках. В старом законе о милиции было написано, что только в том случае, если он обращается к нам, он обязан показать удостоверение. В новом законе о полиции этого нет. Наоборот указано, что независимо от того, кто к кому первый обратился, полицейский обязан показать нам свое удостоверение, чтобы мы имели возможность переписать какие-то данные, посмотреть срок годности, срок действия. Потому что бывают ситуации, когда полицейский просто перед носом махнул, это вот еще старая школа бывшей милиции. Поэтому, если вы не успели переписать, не стесняйтесь, спрашивайте полицейского, переписывайте его в фамилию, и в будущем общение будет складываться более дружелюбно, потому что полицейский уже знает, что у вас есть информация о нем. Пожалуйста, дальше. Вопрос, надо ли всегда носить при себе паспорт? Есть такое вот заблуждение, что всегда надо ходить с паспортом, потому что вот вас могут остановить, сказать, пожалуйста, ваши документы. На самом деле у нас не паспортный режим, документы вообще можно при себе никакие не носить. Есть одно но, если, дальше я буду об этом говорить, в каких случаях полицейский имеет право у вас проверять документы. Если действительно вот полицейский вас в чем-то подозревает, одна из причин, вот вы похожи на разыскиваемого какого-то, знаете, как рисуются фотороботы, что любой человек может оказаться похожим. Достаточно иметь при себе удостоверение, где есть фотография, имя, фамилия, отчество, чтобы оно было выдано более-менее каким-то компетентным органам, ну вот, как пример, удостоверение лучшего мужчины на свете. Свидетельство о рождении или справка из ЖЭКа, к сожалению, может не удовлетворить полицейского, потому что там нету вашей фотографии, вы просто можете, допустим, даже оригинал, но чужого свидетельства о рождении носить с собой. В каких случаях полицейский по закону о полиции имеет право проверить у вас документы? Прежде всего, если вы похожи на человека, который находится в розыске, либо пропал без вести. Если вы совершаете, либо намереваетесь совершить правонарушение. Если это какой-то режимный объект, ну, допустим, это серая зона АТО, где действительно у людей проверяют документы, когда они туда входят. Если у вас при себе есть оружие, боеприпасы и наркотики. Если это место совершения преступления, место совершения правонарушения, место совершения ДТП. То есть, часто бывает, когда по горячим следам вот начинают полицейские проверять, пожалуйста, предъявите документы. Либо если внешним видом вы вызываете какое-то подозрение у полицейского, ему кажется, что вот вы сейчас либо пытаетесь совершить правонарушение, либо вы его совершили. То есть, фактически, как в мультфильмах, когда вот идет жулик, заспелось мешком с татурой награбленной. Какие предметы самобороны я могу иметь при себе? В принципе, достаточно распространенный вопрос, потому что тяжелые времена, и люди стараются как-то себя защищать. Но при этом, чтобы у полицейских не возникли какие-либо к вам претензии. Значит, у нас есть постановление Верховной Рады Украины о праве собственности на отдельные виды имущества. Оно достаточно старое, но середины 90-х годов до сих пор действующее. Там есть целый список. Кроме того, что говорится о холодном огнестрельном оружии, что оно не может быть во владении частных лиц, за исключением, когда, допустим, это охотничье оружие, для этого нужна лицензия. То есть, это все предусмотрено. Большинство людей носят при себе перцовые баллончики, кое-кто предпочитает электрошокеры. Поэтому, обращаю внимание, там есть такой пункт. Электрошоковые устройства и специальные средства, что применяются правоохранительными органами. Это обозначает, что если у полицейских на вооружении есть какое-либо спецсредство, допустим, тот же ТРН-4М, которым пользуются современные полицейские украинские, то за это будет ответственность. Поэтому, обычно, если вы хотите купить себе перцовый баллончик, либо электрошокер, то продавец, он вас информирует, что да, вот это вот находится в свободном владении, допустим, тот же ТРН-4, он уже является гражданским вариантом, и его спокойно можно купить в любом магазине. Там оружейный дом, ствол, кому что больше нравится. Если вы не уверены, допустим, покупаете через интернет, есть смысл обратиться в ту же национальную полицию, либо позвонить им по телефону, либо послать запрос, чтобы потом носить его при себе и с ответом, что да, вот такой, допустим, перцовый баллончик, он в свободном обращении, за это не будет никакой ответственности за его владение. Имеет ли право полицейский меня обыскать или забрать мои вещи? Ну, действительно, в фильмах мы часто видим, когда вот там спецоперация ставят к стенке, обыскивают. Действительно ли это так происходит у нас? Значит, с принятием закона Украины о полиции произошла небольшая накладочка между законом Украины и кодексом об административных правонарушениях. Кодекс об административных правонарушениях, он у нас достаточно старый, он еще с советских времен у нас действует, естественно, в него носились поправки. И вот там была такая статья, как личный досмотр. Она подразумевала, что вызываются двое понятых, составляется протокол, человек там все достает из карманов, все это описывается, вносится в протокол при понятых. То же самое, когда, допустим, там сумку он свою открывает, багажник автомобиля. Закон Украины о полиции предусмотрел еще такой вид проверки, как поверхностная проверка. Что это такое? Говорится о том, что полицейский имеет право, если он с вами одного пола, рукой провести по вашей одежде, если он что-то там у вас нащупал, вы обязаны это вытащить и показать ему. При этом не требуются никакие протоколы, не требуются никакие понятые. В принципе, с одной стороны, понятно, почему была принята эта норма, потому что рост преступности и искать протоколы, искать понятых достаточно сложно. Но, с другой стороны, это ущемляет права граждан, потому что многие панически боятся, что полицейский ему что-то может подкинуть. Поэтому, если действительно вы категорически отвергаете поверхностную проверку, вы можете смело заявить полицейскому, что извините, но я боюсь, что какие-либо предметы могут быть восприняты вами неадекватно, либо действительно напрямую сказать, а будь что, вы мне что-то покинете. Пожалуйста, как кто предусматривает кодексы в административных правонарушениях, составляйте протокол досмотра с понятыми, и я с удовольствием выверну все карманы. Изъятие вещей и документов. Были у меня случаи, когда еще была старая милиция, когда я еще был студентом первого курса, и два патрульных постовых посмотрели на мой студенческий билет и говорят, ну, мы у тебя его конфискуем, завтра придешь к нам в участок, вот, и договоримся. На самом деле, по тому же кодексу об административных правонарушениях изымать какие-либо вещи и документы можно только, если эти вещи и документы являются предметом правонарушения. То есть, ну, допустим, там, вот, бейсбольной битой разбили витрину, у вас могут изъять бейсбольную биту. Какой-то документ, допустим, у вас поддельный, у вас его могут изъять. Просто так изъять какой-либо документ, как там, паспорт, они у вас не имеют права. Тем более, если есть подозрение, что документ поддельный, то таким образом они должны вызвать следственно-оперативную группу, составить протокол изъятия, и, в принципе, любая вещь и документ, который у вас изымает полицейский, обязательно составляется протокол изъятия. То есть, просто так забрать, без описи положить себе карман, там, включая кошелек с деньгами, они не имеют права. Поэтому не бойтесь, настаивайте на составлении протокола изъятия. Имеет ли право полицейский применить ко мне силу? Ну, действительно, есть множество видеороликов, где, допустим, там, полицейские кого-то арестовывают, задерживают. Мы это видим, в принципе, и в фильмах. И, чтобы вы понимали, на самом деле применение любого физического воздействия, оно четко регламентировано. Ну, может быть, вы мне скажете, а зачем вот нам знать, в каких случаях полицейский что имеет право ко мне применить? Это должны знать полицейские. Так-то оно так, но полицейский может, во-первых, находиться в каком-то стрессовом состоянии, они тоже люди, и он может просто немного неправильно оценить ситуацию. Может быть ситуация, что он недавно в полиции, что-то еще вот неопытный. Поэтому вы это будете знать, и если у вас будут какие-то проблемы, вы можете смело заявить полицейскому, что извините, но в данном случае вы неправы, и вы превышаете свои служебные полномочия. Значит, прежде всего, полицейский обязан предупредить, что он будет применять к вам физическую силу. Только за исключением, если, допустим, это угрожает его жизни и здоровье, и он вынужден действовать быстро и решительно, он этого делать не будет. Даже если это группа людей, скопление, то он либо голосом, либо через гонка говорите, перед там разойдитесь, пожалуйста, иначе мы будем вынуждены применить к вам силу. Значит, общее правило, что полицейские не имеют права применять физическую силу, ну, то есть без какого-либо оружия, просто вот свои руки. Специальные средства, огнестрельное оружие для женщин, если у них явные признаки беременности. Для малолетних лиц. Для лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости. Ну, то есть инвалиды, пенсионеры. Кроме случая совершения ими вооруженного или группового нападения, вооруженного сопротивления, если это угрожает жизни и здоровье полицейскому, либо других лиц. То есть, если, допустим, вы видите, что там полицейские некорректно себя ведут с каким-то дедушкой, можете смело ему сказать, что, извините, но нельзя применять силу к этому пожилому человеку. Значит, в принципе, я думаю, это всем понятно, что если тот же дедушка с топором нападает на полицейского, полицейский имеет право применить силу. Либо групповое нападение, допустим, там, нереальное такое нападение беременных женщин, да, групповое нападение на полицейского. Опять-таки, применение физической силы. То есть, полицейский просто так не может, ну, он может, конечно, но он не имеет права, это будет считаться превышением должностных служебных полномочий, применить к вам силу. Только если он должен обеспечить свою безопасность, прекратить правонарушение, либо задержать правонарушителя. И опять-таки, если применение других средств не обеспечивает исполнение полицейским своих полномочий. То есть, если он, допустим, вам говорит, молодой человек, пожалуйста, прекратите бейсбольной битой лупить вот по стеклу ювелирного магазина. Вот. А вы, да, иди ты, вот, и продолжайте. В таких случаях он имеет право применить к вам силу. Использование наручников. Значит, сразу обращаю внимание на то, что если вдруг по какой-то причине вот так уже случилось, попали в такую ситуацию, полицейские надели на вас наручники, то по закону они не имеют права непрерывно держать вас наручниках более чем 2 часа. В принципе, как бы, я думаю, вы понимаете, почему, и медики вам объяснят. Потому что передавливается кровообращение, то есть они должны будут либо их ослабить, либо их снять на какое-то время, чтобы опять у вас восстановилось кровообращение в руках. Наручники одеваются во время задержания лица, во время доставления задержанного. То есть, в том числе и в патрульном автомобиле полицейский имеет право надеть на вас наручники. Не в том случае, если вы там потерпевший, он везет вас писать заявление, говорит, а, сели в автомобиль, давай себе на руки. Вот, то есть, если вас доставляют. Если вы подозреваетесь в совершении преступления, вы сопротивляетесь полицейскому. Или пытаетесь убежать, или если лицо может причинить вред себе и окружающим. Ну, действительно, я видел ролики на ютубе, когда человек там в истерике бился, и в том числе, когда сам себя бил кулаками, и говорил, а вот сейчас я себе наставлю синяков, и напишу заявление, что вы меня избили. То есть, человек неадекватный, допустим, искапит на дорогу, опять-таки, предупредили, одели на человека наручники. В любых других случаях на человека наручники они одевать не имеют право. И вы можете смело им об этом говорить. Дальше, пожалуйста. Резиновые и пластиковые дубинки, наверное, любимое оружие нашей полиции, опять-таки, применяется только для отражения нападения на полицейского, другое лицо или объект, для задержания лица, совершившего правонарушение, оказывающего злостное неповиновение, для прекращения группового нарушения общественного порядка. И самое главное, запрещается наносить удары дубинками по голове, шее, ключичной области, половым органам, пояснице, копчике и в живот. Вот. Поэтому, в таких случаях, ну, вы, допустим, могли бы видеть ту фотографию, где разбили голову олимпийскому чемпиону, но, в принципе, там была такая достаточно спорная ситуация, потому что он олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, и когда они его пытались задержать, он с ними не дрался, но он очень ловко уклонялся, да, от всех их захватов. Поэтому, когда они применяли дубинку, им сложно было вот целиться, чтобы не попасть ему по голове, и полицейское руководство, рассмотрев эту ситуацию, пришло к выводу, что их действия были правомерными. Ну, каждый вправе сам давать оценку той ситуации, я ее комментировать не буду. Всезоточивые раздражающие средства. Значит, как я уже сказал, полицейские, практически все, наверное, носят при себе баллончик перцовый ТРН-4М. И есть только два случая, когда полицейские имеют право его применить против вас. Это если совершается нападение на полицейского, либо другое лицо, или охраняемый объект, или если это групповое нарушение общественного порядка и массовых беспорядков. К сожалению, были случаи, и на ютубе их можно посмотреть, когда, допустим, человек уже задержанный, уже в наручниках, и вот ему в лицо задувают перцовым баллончиком. Либо, когда водитель сидит в машине и говорит, я не хочу вам предъявлять свое служебное удостоверение, и ему в щелочку задувают перцовым баллончиком. В любом случае, это нарушение. И не только касательно перцового баллончика, то есть когда человек не сопротивляется, он, допустим, уже лежит на земле, они не имеют права, допустим, его бить или еще какие-либо спецсредства к нему применять. Поэтому вы теперь это помните, вы теперь это знаете, и можете смело говорить полицейскому, что я вам не сопротивляюсь, пожалуйста, не применяйте ко мне спецсредства. Электрошокеры. Честно говоря, я не видел у наших полицейских электрошокеры. Хотя, в принципе, министр МВД говорил, что электрошокеры будут закуплены, и полицейские будут их использовать. Я не знаю, какие это будут электрошокеры, либо это будут контактные, либо это будут тейзеры, которые выстреливают на расстояние. Но в любом случае, опять-таки, их использование строго рекламентировано. Если совершается нападение на полицейского, если нападает животное на полицейского, угрожает жизнь и здоровье ему или другим лицам. Закон Украины о полиции предусматривает другие специальные средства, которые полицейский может использовать в определенных случаях. Там дымовые гранаты, водометы, бронемашины, цветовые маркеры, резиновые пули, служебную собаку, даже служебный конь. То есть четко это регламентировано. Я не буду конкретно на них останавливаться, потому что, в принципе, обычный патрульный полицейский, он их не использует, кроме огнестрельного оружия. Но огнестрельное оружие – это отдельная тема. То есть мало того, что по каждому случаю применения даже физической силы к лицу, полицейский должен писать рапорт и своему руководителю обосновать, а почему он это сделал. Поэтому лишний раз они подумают, а стоит ли даже подлокоть брат человека, иначе это уже физическое воздействие. По огнестрельному оружию очень много требований. Ну, понятно, если полицейскому непосредственно что-то угрожает жизни и здоровью, он имеет право его применить. В том числе, обратите внимание, если человек пытается завладеть огнестрельным оружием полицейского, то есть если он хватает его за кобуру или хватает его за пистолет, полицейский имеет право стрелять. Вопрос. А надо ли всегда подчиняться требованию полицейского? То, что сейчас Министерство внутренних дел пытается ввести такую норму сначала подчинить, потом обжалуй, это отдельный разговор, пока эта норма не действующая, и я считаю, что, в принципе, это правильно, что такой нормы быть не должно. Потому что и Конституция, и законная полиция, и Кодекс об административных правонарушениях говорит, что мы обязаны подчиняться только законным требованиям полицейского. Если, допустим, от нас требуют раздеться докола, чтобы мы увидели, что у нас нет никаких запрещенных предметов, то это незаконное требование и за это не будет никакой ответственности. Поэтому вы, если не уверены в законности требования, вы можете смело спросить, скажите, а чем это регламентировано, на каком основании я обязан это выполнять? Это ваша просьба, либо это ваше требование, где это вообще прописано? Таким образом, мы поняли, что, в принципе, если мы ничего не нарушаем, и, соответственно, полицейский, который к нам подходит, он может проверить у нас документы только в определенных случаях. мы должны вести себя с ним достаточно адекватно. Я, честно говоря, не рекомендую лицам пытаться вот как-то вот дерзить полицейскому, вот, потому что в дальнейшем это может вызвать негативную реакцию с их стороны, вот. Ну, и мы должны знать свои законные права и законные обязанности. Дальше, пожалуйста. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Если у вас есть вопросы, я довольствием отвечу. Скажите, вот, если, допустим, у тебя в языке охотничий ноль, да, который не относится к холодному оружию, вы это знаете, а полицейский, допустим, ну, или так, любой сотрудник на МВД решит, ну, тебе сказать, мы, там, у тебя холодное оружие, мы тебя посадим или что-то еще, да, какой процесс определения и кто за это платит, и какие последствия, как можно обжаловать? Да. На самом деле, на самом деле, критерии определения холодного оружия, они очень широкие. И принадлежность того или иного оружия к холодному оружию может определить только эксперт. Лично мне когда-то подарили сюрикен, и мне сразу к нему подарили заключение эксперта, что вот данный исследуемый объект не является холодным оружием. Поэтому, если вдруг полицейский, допустим, вас остановил и говорит, а, у вас там при себе охотничий нож, это холодное оружие, это, соответственно, за ношение холодного оружия в уголовную статью, вы говорите, пожалуйста, если вы считаете, что это холодное оружие, вызывайте следственно-оперативную группу, составляйте протокол изъятия, ваш эксперт делает заключение за ваш, естественно, счет. И если это подтверждается, что это холодное оружие, то возбуждайте уголовное дело. В принципе, если вы носите при себе такие вот вещи, как охотничий нож, сюрикен и так далее, я рекомендую в таких случаях во избежание задержаний, чтобы не тратили ни свои, ни чужие нервы, носить при себе вот заключение эксперта, что данный исследуемый объект не является холодным оружием. Можно позвонить, есть горячая линия полиции, но я не уверен, что они будут готовы ответить на такой вопрос. Я рекомендую все-таки писать письменный запрос, чтобы у них было время детально его изучить и ответить. Можете написать в управление полиции города Одесской области, находится у нас здесь на Еврейской, бывшая обл. МВД. Можете написать даже и в департамент полиции в Киеве. То есть независимо от того, откуда придет ответ, там вы увидите, можно ли данный предмет носить при себе. И на будущее, кстати, вот если вам пришел такой ответ, желательно вот его сложить и носить в кармашке, если вдруг полицейские скажут, а что это у вас баллончик, нельзя. Пожалуйста, как бы не являются запрещенными. Нет, у электрошокера характеристикой является, состоит ли он на вооружении патрульной полиции. Допустим, у пневматики у них характеристика идет скорость вылета и диаметр пули. То есть надо ли получать лицензию или не надо. А по всем, в принципе, вот этим спецсредствам, только не стоят ли они на вооружении полиции. В том числе, кстати, наручники. Чисто формально наручники тоже относятся к спецсредству, которое стоит у полицейских. Обычно, если полицейские при исполнении, у них есть нагрудный жетон, где есть его номер. То есть в Одессе у нас так идет ОД и там четыре цифры. То есть мы его можем идентифицировать по этому номеру. Вплоть до того, что мы можем позвонить на тот же 102 и сказать, что вот я нахожусь там-то, там-то, вот ко мне подошел человек. Потому что бывает и по гражданке. Допустим, те же следователи полиции, они обычно ходят в гражданской одежде. Вот ко мне подошел человек, отказывается представляться, говорит, что он полицейский. В принципе, вот мое личное мнение, вы, конечно, можете с ним не соглашаться. До того момента, пока вы не удостоверились, что это действительно полицейский, вы не обязаны выполнять его распоряжение. Потому что насчет формы бывают ответы, ну, на мне же форма, ты что, не видишь? Буквально минута, меньше даже, 10 секунд расскажу. Вот очень много действительно бывало оборотней в погонах. Город Перещепино, это трасса, которая идет через Кировоградскую область. Буквально каждый второй местный житель, это даже ПГТ Перещепино, одевал полицейскую форму, тогда еще милицейскую, и выходил с палочкой, останавливал автомобили на иностранных номерах и собирал с них дань. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ